Всем здравствуйте! Сегодняшний видеоурок будет посвящён запросам подписчиков Был вопрос такой, как делается вот такого плана завитки, которые мы сейчас будем делать То есть опять же, я вот такие завитки вообще ни разу не делал То есть кто-то может делать их естественно лучше, а не кто-то их делают лучше То есть они более качественные и так далее и тому подобное Я вообще не супер мастер и так далее Ну вот я покажу принцип, как они делаются То есть можно расплющивать это естественно такой кончик и на молоте Но опять же были там куча вопросов о том, вот вы покажите, а вы умеете ли делать это без молота и так далее и тому подобное Как бы я не знаю, в чём тут движка На молоте это делать или без молота это делать Как бы для меня не совсем понятно Потому что если бы эти люди профессионально занимались по божественной копкой, то задавали такие вопросы Они бы не задавали таких вопросов Потому что какая разница на молоте или без молота Разница только видишь во времени То есть весь смысл тот же самый, только больше занимает времени и больше сил соответственно То есть вот на рисунке был вопрос, как бы на почту мне прислали о том, как бы делается такой плотный цельный завиток Главное как бы пока его формируешь, вот этот плотный бакон вот этот, то есть не начинать забивать какую-то часть одну больше чем другую, чтобы не получился вот этот вот запятая какой-то квадратный То есть я вот попробовал, там пару сделал, то есть так небрежно начал долбасить И она получилась как бы там квадратный, треугольный, там еще какой-то, ну только не круглый Но на самом деле как бы первое время конечно там будет у кого получаться там у всех по-разному Ну то есть там какие-то будут и огрехи Но это можно подточить и напильником как бы или бормашинкой там как бы если какие-то места будут Такие как бы острые какие-то углы будут создаваться Ну без сварки допустим я здесь тоже не нашел там какого-то разумного варианта обойти этот момент То есть как бы я уже сто раз повторял, то есть я живу в таком городе как бы не в крупном И он довольно таки мы находимся в бедном таком крае как бы Латайский край там является каким-то там таким неуспевающим То есть ну и вот здесь как бы естественно я пытаюсь так сказать маневрировать между Как бы чтобы это было не только как бы идеально красиво и так далее Ну чтобы это можно было сделать как можно проще То есть если это можно сделать где-то применить сварку и это не повлияет там на какой-то конечный результат Почему ее не применять там я не вижу никаких каких-то оснований для того чтобы избегать там сварки и так далее То есть если конкретно уже человек проплатил денежку и сказал вот мне надо так-то так-то Чтоб там не было там сварки, чтобы хомуты стояли вот так вот Чтобы завитки были вот такие вот, чтобы допустим там они не проковывались на молоте и готов заплатить за это деньги И с превеликим удовольствием сразу же отработали этот вариант И выглядел так-то вот у меня вот такие фермерометы Без таких каких-то из-за лишеств То есть сейчас вот более-менее иногда проходят такие заказы Как бы ну слава богу мы занимаемся такими вещами с радостью То есть ну вот этот вот как бы завиток, вот это окончание да Ну как бы в народе среди кузнецов входит такое название у него запятая То есть ну вот сам вот этот завиток похож на запятую То есть ну это вот как бы если в грамотном исполнении В идеальном как она должна выглядеть, она должна выглядеть как запятая То есть вот я вот здесь вот сейчас попробовал сделать четыре таких окончания То есть я тут выбрал такой небольшой пруток Чтобы сделать быстрее и легче То есть понятно можно использовать там более массивные прутки Для более такого брутального вида Вот так как сейчас просто имеют в себе такой урок Просто без каких-то терпелетных изделий И мне чтобы много времени отнимало Я вот использую десятку Десятку квадрат и десятку рубля То есть из этих четырех штук которые я попробовал сделать Вот там грубо говоря ну может один там получился более-менее такой нормальный Остальные как бы там надо было бы подшелкнуть где-то напильником Где-то там подварить там еще что-то Ну я не стал там ничего заморачиваться особо в этом плане То есть как бы можно делать его в разной плотности понимаете То есть да то есть я вот сделал их небольшой как бы бутончик Так как это десятка да если это какой-то там двадцатый кругляк То есть это и запятая будет как бы выглядеть уже более Надо ее закручивать в более такой большой какой-то такой пятак Чтобы это смотрелось Вместо сварки как бы можно там использовать ту же шпаклевку На безопасность эти места как бы если Если у вас как бы нет такого момента Что у вас именно покрывается просто лаком Да обдирается щетками, коротцовками И просто покрывается лаком Если как бы такого момента нет Можно использовать и шпаклевку почему бы нет То есть Опять же все зависит от финансовых вложений в ваши изделия Сколько его оплатили Насколько как бы оно будет выглядеть И сколько туда у него будет вложено Вот как вы видите сейчас вот эти моменты Которые Остается вот Закрутка Чтоб ее не было видно Чтоб она была выдела Цельный такой Завиток Ну Просто заваривается Я не знаю Других каких-то вариантов Я не знаю Не знаю Не знаю То есть Положили туда пару капелек Там две-три капли Зачистили все И как бы уже в момент создается такой Эффект Так как бы Запятая Чисто зрительно Ну На самом деле Такая прикольная валюта Интересная Как бы Смотрится Как бы так Своеобразно То есть Если люди хотят платить деньги И хотят видеть Какое-то такое изделие Почему бы нет Тоже Заволен такие Интересно смотрится Далее Ну просто зачищаем эти моменты Чтоб это выглядело как Цельный какой-то Монолитный момент Так же Как и сварку Сваривая Когда мы свариваем элементы Мы так же Почищаем сварку Все точно так же Не бойтесь применять сварку Как бы Зачистку И так далее То есть главное Чтобы все это было аккуратно Чтобы все это смотрелось В конечном результате И чтобы В конечном результате Клиент был счастлив И не только клиент Но и вы сами понимали Что вы сделали Достойную вещь Которая Именно без изготовления Этой вещи Вы заработали Не только деньги Но и заработали Какой-то дополнительный опыт И как-то Выросли над своим Умением Над своим Как бы Пониманием В этом деле Как бы Что вы Помимо зарабатывания денег Вы еще и растете Как мастер Это наверное Очень такой Важный момент Который Будет Гарантировать Ваш рост И Ваше умение В этом деле И соответственно И заработок В этом видео Важный момент Вместо Ваня Ваня И Ваня 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok